Как дела? С вами Саня Дикари, и добро пожаловать в новый эпизод. Кто-то может сказать, ну наконец-то, а кто-то может сказать, а кто вообще этот парень? Что ж, меня зовут Саня Дикари, и я был биткоин и крипто-ютубер. И хотя последнее время я это не так часто делаю, потому что это перестало быть моей основной активностью, честно говоря. Но я вам говорил, друзья, я вас не оставлю в одиночестве, и вот поэтому я здесь. И хочу я с вами поговорить, друзья, о этом бычьем рынке биткоина, который уже за углом или даже уже в принципе начался. Также мои цели по цене, а еще четыре причины, основанные на базовых показателях, на техническом анализе и также на моем личном опыте. Почему лично я считаю, что цена биткоина достигнет, по крайней мере, 150 тысяч долларов в этом бычьем цикле. Надеюсь, друзья, вы воодушевлены, надеюсь, вам это интересно, и поэтому прошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал. И с учетом всего этого сказанного, давайте начнем. Прежде всего, давайте с вами поговорим о том, что на самом деле произошло. Что ж, в этом медвежьем цикле для биткоина, цена биткоина рухнула полностью вниз с примерно 70 тысяч долларов до примерно 15 тысяч долларов, что составляет около 77%. Это достаточно много, но если мы с вами сравним это с предыдущими медвежьими бычьими циклами, то увидим, что в истории у нас были даже еще большие падения, чем это. Почему так? И почему цена биткоина не смогла достичь и коснуться вот этой линии сверху? Что ж, все довольно просто. Это потому, что биткоин взрослеет. Все больше капитала требуется для того, чтобы поднять цену биткоина выше, а также для того, чтобы опустить ее ниже. Было значительно проще 10 лет назад или даже 5 лет назад манипулировать ценой биткоина или, по крайней мере, направить цену биткоина в каком-то из направлений. Так что это абсолютно нормально. То, что волатильность биткоина постепенно сокращается, так как он взрослеет, в рынке образуется больше ликвидности, и это также то, что мы с вами на этом YouTube-канале предсказывали годы назад. И опять же, первая причина, по которой я лично считаю, что биткоин достигнет, по крайней мере, 150 тысяч долларов, это его траектория. Если мы сравним все медвежьи-бычьи циклы, то мы ясно увидим, что схожесть между ними все еще присутствует. Она не абсолютно одинаковая, но она рифмуется. Вы ведь это знаете и сами, верно? Ведь это так и есть. Если мы посмотрим, что происходит сейчас и сравним с тем, что было в истории, то мы ясно увидим, что тайминги, а также волатильность, то есть движение цены биткоина, определенно очень похоже на то, что мы с вами уже видели в прошлом. И это единственная информация, которую мы сейчас можем использовать. И это на самом деле важно. Никто не может предсказать будущее. Так? Но мы с вами можем говорить о вероятностях. Мы видим то, что было в прошлом, как биткоин реагировал на определенные события и так далее. И это то, что мы берем с вами в основу нашего анализа. Повторюсь, первая причина – это траектория движения биткоина. Все выглядит все еще идеально. Может быть, цена немного ниже по сравнению с тем, что ожидалось, но, по крайней мере, мы идеально продолжаем движение. Причина номер два. Халвинг биткоина буквально уже за углом. Хотите верьте, хотите нет, мы этого ждали очень долго. Многие из вас, друзья, были здесь во время прошлого халвинга. А некоторые из вас были здесь даже в предыдущем халвинге. Но сейчас мы с вами говорим о халвинге, о вознаграждении за блок, которое сократится с 6.25 до 3.125 биткоинов за блок. Это значит, что инфляция сократится вдвое. И если мы с вами поговорим об инфляции, то все вокруг нас становится более дорогим. Но для биткоина нам не следует с вами ожидать следующего собрания FOMC и в ожидании того, что скажет Джером Пауэлл. Мы с вами знаем точное значение инфляции в сети биткоина. Для любого момента. И это кое-что, чего мир до этого никогда ранее не видел. Это одна из фишек биткоина, которая является совершенно уникальной. И что одновременно является абсолютно феноменальным. Подумайте об этом снова. Мы не знаем, какая процентная ставка будет через год, или, скажем, через два года, через четыре года. Мы не знаем. Это все связано с ФРС. Конечно, мы видим определенные данные, на которых все это строится. Процентные ставки, их всплески. Но по биткоину нам нет необходимости ждать всех этих встреч, этих митингов, получения различной информации. Мы точно знаем, какая будет инфляция в любое заданное время. Это так восхитительно. Это просто потрясающе. Так что примерно через 340 дней мы увидим очередной халвинг, очередное сокращение вдвое инфляции биткоина. Но это еще не все. Если вы, друзья, помните, если вы уже были здесь во время прошлого биткоин-халвинга, медиа это начнет педалировать. И особенно во времена, такие как сейчас, я это уже вижу. Рассказы про биткоин, то, как люди объясняют биткоин, то, как биткоин становится основной темой политических обсуждений, финансовых обсуждений и так далее. Я очень рад тому, что нас ждет в этот раз, потому что то, как медиа поднимет эту тему, они будут рассказывать тему халвинга биткоина, они будут объяснять его и определенно запустят ФОМО среди розничных покупателей, а также и институциональных инвесторов. Так что следующие пару месяцев, ну, может быть, 2-3 месяца, не прямо сейчас, но, по крайней мере, в будущие полгода медиа начнут раздувать эту ситуацию, так что определенно я уверен, что это поможет росту цены, это сможет ускорить ее рост до отметки 150 тысяч долларов или даже больше. Причина номер 3 – это коллапс фиатных денег. Для фиата сейчас на самом деле нехорошие времена, при этом с довольно высоким уровнем инфляции, достаточно повсеместной. Я уверен, что вы об этом слушали или даже почувствовали это. Кстати, напишите мне в комментариях о том, где вы видите инфляцию в большей степени. По ценам на топливо, когда заправляете свою машину. Или это цена на еду, когда вы идете в продуктовый магазин и видите цены, например, на яйца, которые выросли в 5 раз, по сравнению с тем, что было ранее. Или это что-то совершенно другое. Расскажите нам об этом в комментариях под видео, но, скорее всего, я думаю, что мы можем все согласиться, что все кругок подорожало. Почему так? А потому что наши фиатные деньги так устроены. Они только так и могут работать. При этом столько много печатается новых денег, особенно во время коронавируса и после коронавируса. Было напечатано столько много денег, и теперь это деньги кружатся вокруг нас. У нас осталось аналогичное количество вещей, но денег стало больше. Поэтому очевидно, что все стало более дорогим. Но, конечно, на самом деле не все так просто. Я знаю, что инфляция берется не просто от количества денег, но при этом все равно это связано. Определенная есть корреляция между количеством напечатанных денег и инфляцией. Хоть есть и другие факторы, о них мы не будем сейчас говорить. Но что мы знаем определенно для биткоина, это то, что их будет только 21 миллион, не больше. Это будет итоговое количество биткоинов, которые когда-либо будут существовать. Да, конечно, некоторые потеряны, какие-то из них находятся в кошельках Сатоши. Так что, вероятно, да, у нас будет, скажем, 19 миллионов биткоинов. И в итоге, да, где-то, наверное, 19 миллионов биткоинов будет добыто. Так что количество, которое у нас сейчас с вами есть, это количество, которое, лично я верю, будет доступно для людей. Но на самом деле это не так важно. Важно то, что у нас есть количество, больше которого мы их не получим. Не увеличивающееся, как все эти фиатные деньги. Так что у нас будет все больше фиата по сравнению с одинаковым количеством биткоина. И все это отправит цену биткоина на такие уровни, о которых мы сейчас, возможно, мы даже не можем себе представить. Мы всего лишь говорим о текущем цикле, так? Каков будет следующий цикл? Через 10 лет, может быть, через 20, мы об этом даже не говорим. Мы не хотим так далеко заглядывать сейчас, ладно? Мы говорим лишь о ситуации здесь и сейчас и о текущем цикле. Причина номер 4. Распространение. Верите в меня или нет, но я на личном опыте это испытал. Я это испытываю прямо сейчас, и я уверен, что многие из вас это также испытывали. Когда я начинал со своим бизнесом, я попытался открыть банковский счет для своего бизнеса в банке Постфайнанс, потому что мой личный счет также был открыт в нем, и он там даже сейчас. И они ответили мне ясным нет. И причина была в том, что что ж, ты занимаешься с чем-то связанным с криптом, а мы не хотим связаться с компаниями, которые связаны с криптой и бла-бла-бла. Так что тебе нужно забрать свои деньги из нашего банка, в противном случае мы закроем все твои счета. Ты не можешь хранить деньги своей компании, которая связана с криптом. В итоге я начал искать частный банк. И я нашел такой частный банк здесь, в Швейцарии, который подчиняется местному финансовому регулятору Финма. И этот банк подчиняется регулятору Финма, и называется Сигнум. И поверите ли вы мне или нет, но пару лет спустя, и это произошло несколько недель назад, в мой ящик пришло электронное письмо, в котором я даже не поверил своим глазам. Там говорилось, что Сигнум Бэнк вступает в партнерство с Постфайнанс, так что теперь клиенты банка Постфайнанс получают также доступ к биткоину и другим криптовалютным активам, как, например, эфир. Я такой, что? Что происходит? Друзья, вы помните известную цитату, которая говорит, сначала они вас игнорируют, второе, они смеются над вами, третье, они сражаются с вами, а четвертое, вы побеждаете. И мы определенно движемся все ближе и ближе к этой четвертой стадии, где мы побеждаем. Но давайте объясню, почему я пришел с этим случайным числом в 150 тысяч долларов. Что ж, очень просто. 100 тысяч долларов теперь уже будет недостаточно. Как только биткоин достигнет шести знаков, медиа начнет об этом трубить, и биткоин будет буквально в каждом месте. Все будут говорить о биткоине. И я так же полагаю, и это основано на моем личном опыте, когда такое начинается, то действительно приходит ФОМО. Не только для розничных покупателей, но и для институциональных покупателей. И никто не хочет оказаться позади поезда. Вот так работает ФОМО. Страх упущенных возможностей. И как только цена достигнет шести знаков, 100 тысяч долларов, люди начнут сходить с ума. И я искренне верю, что мы можем достичь, по крайней мере, цену в 150 тысяч долларов, или даже больше. Возможно, мы даже увидим пару сотен тысяч долларов. Но лично я не хочу быть слишком оптимистичным. Я не хочу оказаться тем парнем, который предвещает цену в миллион долларов, а в итоге мы застрянем на вершине где-нибудь в 250 тысячах. Я лучше сделаю меньшее предсказание, а затем мы будем с вами все вместе счастливыми, если цена достигнет даже большего уровня. Так что я думаю, что цена в 150 тысяч долларов довольно консервативная. Так что эта ценовая цель для меня является уверенной, с которой я могу публично встать и заявить об этом вам. В моей личной стратегии ничего не поменялось. В настоящий момент мой весь инвестиционный портфель состоит на 95% из биткоина. И повторюсь, что за последние годы я не продам ни одного моего биткоина из моего ходу-портфеля, пока мы не достигнем 100 тысяч. И при достижении 100 тысяч долларов я, возможно, начну немножко разгружать, там, 5-10 биткоинов. И чем больше мы пойдем по цене, тем больше я буду продавать. Вот так. Я планирую диверсифицировать свой портфель. Возможно, после этого я начну смотреть на другие активы, недвижимость, может быть, акции. Активы, которые, на мой взгляд, я считаю, стоят того, чтобы их покупать. На них я буду ориентироваться для того, чтобы уменьшить свою зависимость от биткоина. Так как, да, я все еще верю в диверсификацию. Но в настоящий момент нет ничего, во что бы я диверсифицировал. Так что я действительно не собираюсь продавать свои биткоины по таким низким ценам, которые мы сейчас видим. 30 тысяч долларов. Ну, то есть 30 тысяч долларов – это неплохо. Но, да, это не то, ради чего я здесь нахожусь. Но будьте внимательны, друзья. Это не финансовый совет. Вам следует составлять свой портфель, основываясь на выбранном вами профиле рисков. Если вы готовы больше рисковать, можете брать больше биткоинов. А если хотите меньше рисков, можете выбрать меньше их. Не суть. Главное, что это все зависит от вас. Будьте уверены, что ваш портфель вам соответствует. Он не должен быть хорошим для меня, он должен быть хорошим для вас. Это то, что является очень важным. Ну что ж, друзья, на сегодня у меня все. Если вы хотите за мной следить в Инстаграме и смотреть то, что я делаю в жизни, так как иногда я загружаю туда свои сторис, так что подпишитесь на мой Инстаграм, мои социальные медиа, Санни Декри. Я также есть в Твиттере. Так что, да, надеюсь, друзья, увидеть вас в следующем выпуске. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok